Так, ну что, мы начинаем нашу 17-ю встречу. К сожалению, у нас сегодня небольшая проблемка. У нас пропал наш первый спикер, поэтому начинаем сразу с Дениса. Денис взял всю боль и мощь на себя, поэтому сегодня мы будем слушать вторую часть предыдущего доклада World to Work, и в конце у нас, возможно, будут дискуссии, если останется на это время. Это была, к сожалению, плохая новость. У нас есть также еще и хорошая новость. У нас будут сейчас новые подарки, у нас будут новые кружки, очень красивые кружки, и теперь может получить не только один человек их, но два лучших вопроса. Поэтому, Денис, начинай. Добрый вечер. Меня действительно зовут Денис. Я действительно презентую вторую часть своего доклада. И в прошлый раз мы много говорили о моделировании естественных языков, в частности, нейросетевыми методами. Говорили о таких вещах, как Word Embedding, в частности Word to Vec, какие-то посмотрели его вероятностные основы и свойства, но несколько проблем осталось за кадром, и все просили рассказать, как же строить вектора для более крупных текстовых сущностей. И также у нас есть проблема многозначных слов, и вот это сегодня мы все аккуратно рассмотрим. Но для этого надо немножко вспомнить, что же такое Word to Vec и для чего он нужен. Напомню, что мы пытаемся построить вектора для слова форм со специальными замечательными свойствами, которые будут сохранять в своих координатах какую-то семантику, синонимические связи, еще какие-то вещи. И для этого мы движемся… У нас есть какой-то корпус осмысленных текстов, написанных людьми, и мы строим такой специальный алгоритм, который движется по нему скользящим окном и пытается предсказать контекстные слова вот по центральному слову, что отображено сверху. Мы для этого всего там записали не циналное правдоподобие, но он так, скорее для вида. И оказывается, что когда мы этим займемся и построим эти вектора, то они будут обладать всякими замечательными свойствами, в частности, они в себе кодируют какие-то скрытые представления слов, словосочетания, возможно. И все это мы показывали в прошлый раз. В частности, какие-то можно связи моделировать с помощью суммы и умножения, и вычитания. И вся структура этого пространства, она такая интересная, кластерная. Тоже я в прошлый раз показывал, но если на секунду задуматься, что у нас есть многозначные слова и вортовек ничего об этом не знает, то мы, получается, на самом деле мы строим вектор для самого популярного смысла слова. То есть если у нас есть два смысла, звезда как астрономический объект, и звезда как поп-звезда, и у нас большинство документов про астрономию, значит, мы строим вектор про астрономию. И это, кажется, человеку нелогично, и поэтому люди для этого придумали некоторые другие обобщения. В частности, мы рассмотрим два, и начнем с такого инженерного варианта. Дело в том, что когда мы сделали одну итерацию и построили эти самые вектора, мы можем сделать следующую последовательность шагов. На основании… мы выберем какое-то число «К», это уже новое окно, не то, о котором мы говорили в прошлый раз, контекстных слов, и будем в тексте… будем искать… будем бежать по тексту, искать, скажем, здесь, в частности, для Apple, все его возможные контексты, складывать их как сумму, возможно, взвешенную, и таким способом получим вектора для всех возможных контекстов. Идея здесь заключается в том, что различные смыслы слов будут иметь тенденцию встречаться с различными другими словами, скажем, как я уже говорил про звезду. Мы ожидаем где-то рядом со звездой увидеть телескоп, космос, а с рок-звездой мы ожидаем увидеть сцену, выступление, что-нибудь такое. Но так как этих контекстов у нас получается очень много, когда мы пробегаем по всему корпусу документов, мы берем и кластеризуем какими-нибудь алгоритмами, скажем, K-means, выбираем число K5, и этим самым мы подразумеваем, что у нас для каждого слова теперь существует ровно 5 смыслов. После этого каждый из этих смыслов мы помечаем каким-нибудь Apple 1, Apple 2, как здесь. И на этом уже, когда мы проделываем такую операцию для всех смыслов, всех слов, мы сможем на этом запустить заново Word2Vec и получить представление для смыслов. Но это сложно. Мы надо очень много делать руками, и поэтому хочется, чтобы модель сама научилась это делать. И в частности, такое поведение можно заложить в модель, если добавить к ней немножечко байсовских методов. мы делаем фактически следующее. Мы добавляем еще одну ступень. Раньше мы предсказывали, вот сверху SkipGram, который мы рассматривали в прошлый раз, мы фактически по слову предсказывали его контекстные слова. Здесь же добавляется еще одна ступень, и сначала мы предсказываем смысл, в котором употреблено слово, и потом поэтому мы предсказываем все окружающие слова. Это такая немножко монструозная формула, поэтому мы не будем сильно не останавливаться. Я для особо интересующихся потом приведу ссылки, где это можно почитать подробнее. И, собственно, результаты этого очень интересного, как раз-таки про Apple I и Apple II. Известный пример про Bank. У нас есть априорная вероятность, то есть чем она больше, тем чаще такое слово употребляется в этом смысле в корпусе. Мы видим справа нижнюю табличкой те вектора, которые получены двойным проходом с пластеризацией, а вот то, что мы видим левее, это интересно про модель, в которую это вкладывается изначально в саму модель. Это интересная очень модель, в том плане, что ее разработали высшие школы экономики, очень известные люди. В частности, я потом оставлю ссылочки. И это называется Adaptive Skipgram. Здесь интересное выступление Дмитрия Ветрова, где объясняется, как такую модель обучать. Это разновидность EM-алгоритма, достаточно сложная, поэтому сегодня мы ее не будем рассматривать. И в модели есть такое произвольное количество смыслов, в ней моделируется с помощью процесса Dirichlet. Чтобы это тоже подробнее понять, я оставил это в качестве ссылки. Это все то, что касалось прошлого раза, но на самом деле все мы здесь собрались, чтобы понять, как строить вектора для предложений, документов и фраз. И здесь есть некоторое количество методов. Они здесь перечислены от простого к сложному. Мы будем по ним потихонечку идти и смотреть, что можно делать. Я показывал в прошлый раз, что если объединять некоторые коллокации через разделитель нижнего подчеркивания, то можно строить вектора для коллокаций. Но этого мало. Мы также можем воспользоваться суммированием и в частности свойством суммирования. Мы можем придумать много всяких эвристических методов здесь, но таких самых два, которые я бы выделил интересных. Это будет EDF, взвешенная сумма. Это будет неплохо для документов небольшой размерности. EDF — это сокращение от Inverted Document Frequency. Эта статистика заранее посчитывается по обучающему корпусу документов и представляет из себя инверсию частоты, с которой каждое слово встречается в обучающем корпусе. И здесь идея в том, чтобы занизить то влияние, которое вносят часто употребляемые слова, скажем, артикли, предлоги. Ведь когда мы решаем какую-то задачу, скажем, категоризации текста, нам на предлоги не надо обращать внимание. И поэтому хотелось, чтобы их не было вообще. Но при этом не хочется делать это руками, поэтому мы прибегаем к такому способу. И это может хорошо работать, как я говорил, для небольших текстов, скажем, для каких-нибудь твитов, чего-нибудь такого. Это работает нормально, но при этом теряется последовательность слов, так как мы суммируем, теряется последовательность, в которых мы их складываем. Второе. На самом деле, если вспомнить, что такое EDF, то чаще всего его употребляют с другой статистикой, которая называется TF, это Term Frequency. И вместе TF и EDF это популярная техника выделения ключевых слов в документах. Собственно, мы можем этим воспользоваться, посчитать по корпусу документов их TF и EDF представления, выбрать по пять самых ключевых слов каждого документа или по какому-то ка-штук, сложить их вместе и сказать, что это будет вектором документа. И это может сработать, скажем, в каких-нибудь задачах, где нам надо делать поиск по документам, которые хорошо описывают своими ключевыми словами. Это могут быть научные статьи, что-нибудь такое. Скорее это относится к задачам информационного поиска. Еще надо сказать, что именно такой способ векторизации текстов часто используется как бейзлайн во всяческих статьях, которые все пытаются побить, победить, и это успешно делают. Тут проблема заключается в том, что чем больше слов мы суммируем в вектор, тем размазание и фокус получается, и в конце концов это просто, он перестает нести в себе какую-то семантическую нагрузку. Он становится просто вектором, который одинаково близок ко всему. И поэтому хочется построить такой вектор документа, который был бы лишен этих недостатков. И в частности, следующей хорошей идеей, идем по усложнению, док-то-век, или же параграф вектор еще можно встретить. Здесь идея такова, у нас есть уже хорошая модель, word-to-vec, мы знаем, что она работает, работает неплохо. Так давайте мы ее немного усложним таким способом, чтобы она могла обрабатывать более крупные текстовые сущности. Так как я сказал, что мы усложняем модель, то, может быть, кому-то становится понятно, что ее на самом деле предложил Томас Миколов, тот же самый человек, который придумал и word-to-vec. И он ее предложил для одновременного построения векторов и слов, и документов. В основе лежит модель continuous back-of-words. Идея в том, что мы будем предсказывать центральное слово по его окружающим. Это разновидность word-to-vec. Вот она слева отображена. У нас используются три слова, чтобы предсказать какое-то четвертое. Так как у нас на самом деле текст — это не сплошной корпус, а состоит из документов, давайте мы каждому документу как дополнительное слово добавим вектор документа и посмотрим, что с этого будет происходить. И тогда мы будем предсказывать текущее слово по контекстным словам, объединенным со словом документа. Как бы можно рассматривать просто как по четырем словам, одно из которых — это слово, которое представляет собой ID-шник документа. И в итоге это работает, на удивление, очень хорошо. В статье, которое они выпустили, было сравнение в разных задачах, в частности, задачи сентиментального анализа, и что, на удивление, эта модель побила все на то время известные более крутые модели, несмотря на то, что она из себя представляет фактически какую-то альтернативу Back of Words, что очень удивительно. Она фактически не сохраняет порядок слов, никаких более хитрых ухищрений в ней нет. Также они использовали ее для information retrieval, фактически для поиска документов у себя там, я так подозреваю, в Google. Томас Миклов на то время работал в Google. И это помогло им очень улучшить ранжирование на 2 или на 3%, то есть это считается очень хорошим рывком. В этих примерах они брали размерность документов 400, наверное, просто обучали их вместе со словами и поставляли вектор документов в обычную логистическую регрессию и при этом получали очень хорошие результаты. И как бы казалось, что все, можно идти по домам, мы нашли самую лучшую модель, но дело в том, что она не умеет работать, она не умеет легко работать с вновь приходящими документами. То есть для этого было предложено такое нетривиальное решение, давайте мы на фазе обучения построим матрицы слов и матрицы документов, а потом, когда у нас придут новые документы, мы случайно инициализированные вектора добавим к матрице документов D и заново будем осуществлять градиентный спуск только по параметрам D, когда все остальные фиксированы. И в статье была интересная цитата, я привел, что в среднем это занимает 30 минут на 16 ядрах и для 25 тысяч документов в среднем каждый из которых 230 слов. То есть, понятное дело, что в каких-то потоковых, онлайновых системах это использовать нельзя. Но у нее есть и множество других плюсов. Из плюсов интересно, что это универсальная техника, ее можно использовать для построения векторов различных текстовых сущностей сущностей разного объема, скажем, и колокации, и документов, страниц документов, абзацев и так далее. Также в нем хорошо, что вектор документа теперь не сумма, и, соответственно, в нем достаточно много координат, и размерность этого вектора это гиперпараметр модели, и с ее увеличением мы можем кодировать все больше и больше информации о документе. В частности, интересно, что закодировались какие-то сентиментальные вещи, полезные для сентиментального анализа. Эффективная реализация есть, доступна, скажем, в любимом нашем пакете Gensim. Он очень легко устанавливается, и можно играться, баловаться. Она показывает хорошие результаты при тестировании на этих известных задачах. Еще хочется сказать, что если есть возможность поступать как при коллаборативной фильтрации в рекомендационных системах, то есть если мы можем досчитывать либо пересчитывать эти вектора документов один раз в какой-то большой промежуток времени, один раз ночью или один раз в три недели всем батчем, то, возможно, это будет лучшее решение, и на это можно прекращать. И чтобы справиться с этими проблемами, в частности с проблемой, мы не можем обрабатывать потоковые данные, будем рассматривать в основном две основные интересные модели. И здесь недаром стоит квадрат, потому что RNN в квадрате это две разные сущности. Одна это рекурсивная сеть, другая рекуррентная. У всех на слуху наверняка, кто интересуется, были рекуррентные сети, потому что они доступны во всех популярных пакетах, их можно взять с коробки, собрать из блоков, и они будут работать хорошо. В то время как рекурсивная это такая вещь, которая больше в академической сфере скорее известна, и тому есть причины, скажем так. Но начнем мы именно с рекурсивной, потому что это очень интересная идея. И чтобы понять, как она работает, надо вспомнить такую интересную задачу пост-теггинга, когда у нас есть какое-то, у нас есть предложение, или, пускай будет предложение, и в предложении мы хотим выделить часть речи. Это задача решенная, решенная с хорошим качеством. В частности, есть много всяких обозначений. Но вот я привел одни из таких самых популярных для существительных, прилагательных глаголов. Позже, если у нас есть уже текст, и он протагирован частями речи, мы можем пытаться строить грамматику. Грамматику языка. Для этого объявляются более крупные сущности, скажем, как noun phrase, или там prepositional phrase, и так далее, вплоть до sentence, до предложения. То есть sentence всегда корень. Это формальная грамматика, которая описывает, как вообще могут порождаться на свет предложения в языке. В данном случае на английском. Какой структуры они могут быть. Тут надо сказать, что на слайде я привел только каких-то там 3-4 правила. На самом деле, их можно составить огромное количество, даже для такого, в принципе, несложного языка, как английского. И вот есть такая замечательная книжка. Я не помню ее размеров, но в ней 1779 страниц, которые описывают английскую грамматику. Несмотря на то, что такая трудная задача, она решена хорошо. И на основании вот этих вот грамматик люди научились строить синтаксические деревья разбора. Ну, фактически, как я говорил, мы все вот это вот подвозим под какую-то иерархию. Имея в наличии вот эти вот деревья разбора, обучающие выборку, можно построить алгоритм машинного обучения, который будет предсказывать структуру для вновь поступающих предложений. Эта задача в целом успешно решена с каким-то там допустимым качеством. Но чаще всего используют бинарные деревья, потому что так проще записывать вот эту самую грамматику и так проще для алгоритма осуществлять перебор возможных деревьев. Но так как это задача машинного обучения, в ней бывают интересные ошибки, в частности, с prepositional phrase. Часто непонятно, к чему ее относить. Как бы человеку понятно, что нижний вариант правильный, что кто-то ел пиццу с анчоусами, а не с помощью них. Но для машины непонятно, это может для нее выглядеть как так, так и эдак. Поэтому это наталкивает на мысль, что несмотря на то, что там качество, как мы видим, 92-93% где-то, лидер 94, это не так давно SyntaxNet от Google выпустила новую модель. Поэтому понятно, что таких примеров можно привести достаточно много, но в целом для популярных языков, скажем, для английского, немецкого, еще там европейских языков можно решать каким-то достойным качеством. И вот когда у нас теперь есть дерево разбора, и мы вспомним, что у нас еще вектора для слов, и они лежат, получается, в листовых вершинах. И мы хотим построить вектор для предложения. И для этого мы будем строить их рекурсивно. Так, собственно, как здесь отображено на слайде. У нас в листовых вершинах лежат вектора слов, и мы знаем, как они связаны друг с другом, и мы вектор для родительской вершины будем определять как какое-то нелинейное преобразование одновременно от двух векторов потомков. И именно для этого нам надо, чтобы дерево было бинарным, чтобы эту формулу можно было применять рекурсивно-рекурсивно, пока мы не дойдем до корня. На самом деле, чтобы строить такие вектора, нужно определить какой-то функционал качества, который мы хотим оптимизировать. И мы будем пользоваться идеей автоэнкодинга. Автоэнкодер — это такая модель, они бывают разными, в частности, здесь он называется рекурсивным автоэнкодером. И в основном у нас полностью спервая задача, то есть у нас есть просто текст, набор текстов, набор предложений, и мы хотим научиться строить вектора для этих предложений. поэтому здесь мы вводим такой функционал качества, как ошибка реконструкции. Здесь это кратко описано, что здесь происходит. Мы уже применили нашу рекурсивную формулу к листовым вершинам x2 и x3 и получили для них вектор, для их родителей вектор y1. Далее мы снова его применяем, получаем для y2. Давайте теперь введем функцию, которая по y2 попробует восстановить на вектора x1 и y1 и причем попытается сделать это наилучшим образом. Наилучшим образом чаще всего понимается в смысле просто вклидового расстояния или два нормы. Вот такая постановка задач называется объединяет в себе все возможные автоэнкодеры. Мы пытаемся что-то объединив разделить обратно, причем разделить с наилучшим качеством. И вот такие и тогда общий функционал ошибки в дереве это ошибка в каждой из вершин. Это отлично решается градиентным спуском и разновидность такая называется. Обычно сети учатся методом обратного распространения ошибки, а здесь называется метод обратного распространения ошибки через структуру, потому что у нас появилась какая-то структура. И это приводит к очень интересным вещам. Дело в том, что так как мы составляем вектора для словосочетаний и так вот рекурсивные предложения, то они мапятся в то же самое пространство, где у нас лежат исходные вектора, что хорошо отображает эта картинка, у нас есть там какие-то слова-слова-слова и в этом же пространстве близко друг к другу есть вектора для каждой из вершин. Не только для корня, но и для каждого словосочетания. В частности, в этом же пространстве будет the country, of my burrows, my burrows, все будет лежать в этом же самом пространстве и будет близко друг к другу по-смыслу. И это не очень хорошая модель, потому что мы к очень разным словам, словосочетаниям применяем рекурсивно одну и ту же операцию с одной и той же матрицей и поэтому ожидать, что она просто супер сможет захватить всякие возможные особенности натуральных языков трудно. И поэтому вводят всякие обобщения, в частности, одно из интересных в общении это matrix-vector модель. Она интересна в том плане, что теперь каждому слову будет соответствовать не только вектор описывается, а еще будет и матрица, и эта матрица будет пониматься как оператор этого слова. Вот это находит отражение у нас была вот такая рекурсивная формула, теперь она вот такая. Так что справа здесь добавляется c1, c2 это как раз таки вектора каких-то двух слов, соответственно c2 большое это матрица слова c2, c1 большое матрица слова c1 и получается что слово c2 действует на c1 c1 на c2 потом происходит что-то еще и только потом получаем вектор, то есть такая операторная структура этого преобразования. При этом если какое-то слово никак не действует на другое, не модифицирует ее смысл, то вот эти матрицы в конце получатся близки к единичным, что будет просто как выбор повторения вектора но есть проблема для нелистовых вершин дело в том, что для нелистовых вершин никаким образом не определены операторные матрицы и поэтому авторы предлагают сделать нескольких вариантов скажем мы можем только в листовых вершинах на один подъем вверх воспользоваться этими операторами а дальше пользуются формулой обычной которая слева представлена если другой подход мы можем операторную матрицу для родительской вершины получать как какую-то линейную комбинацию матриц дочерних вершин и тоже решать это как задачу машинного обучения и в частности вот этой самой работе где вводилась такая вот matrix vector model вот немножко поплыло сравнивали всяких различных задачах в частности и в задачи сентиментального анализа есть такая известная датасет sentiment treebank где надо предсказать сентимент в каждой из этих вершин стэнфорд реализовывал это их модель и она доступна даже для скачивания возможно также они использовали это в различных других интересных задачах скажем вот это интересная задача где между существителями надо определить в каких отношениях они состоят скажем там причина эффект и его причина продукт кто его производит ну и набор таких вот правил и на этом они получают в своей работе очень хорошие результаты но все равно это не последнее о чем мы будем говорить потому что для функционирования ее требуется дерево разбора то есть какая-то дополнительная субмодель и это не очень хорошо потому что она вносит свой шум это может друг на друга накладываться но что намного хуже применять более крупным сущностям чем предложение не представляется возможным потому что нет такого понятия как дерево разбора абзаца или всего текста это придумано в рамках дерево разбора можно построить в рамках одного предложения только то есть так используются как доктор век моделируя и абзацы и предложения и целые тексты не получится и поэтому есть еще одна модель и поэтому она самая известная потому что она в принципе решает большинство из этих перечисленных проблем и это рекуррентная сеть у нее уже идея немножко другая идея памяти она представляется таким вот образом в каждый момент времени у нас поступает какой-то вход скажем у нас это слова у сети есть скрытое состояние в каждый момент времени и оно рассчитывается как какая-то комбинация предыдущего состояния вот формула ст комбинация предыдущего состояния ст-1 и плюс какая-то к ней добавляется какой-то текущий сигнал тоже преобразованный xt и есть выход но выход выход это преобразование внутреннего состояния и не обязательно каждый шаг выдавать выход мы можем прочитать всю последовательность символов и в конце выдать какой-то выходной сигнал но скажем если решается задача предсказания следующего слова тогда мы выдаем каждый раз какой-то выход если решается задача сентиментального анализа предложения то сначала читается все предложение получается вектор предложения это последний выход и на основании последнего выхода уже строится классификация по сентименту и здесь можно использовать ту же самую идею для построения для построения векторов для предложений абзацев рекуррентный автоэнкодер на самом деле я не нашел картинки которые описывают именно его поэтому вот так вот мы сделаем и здесь идея еще более простая давайте мы прочитаем все слова возьмем последнее внутреннее состояние и потом из этого внутреннего состояния попытаемся восстановить все что мы прочитали ровно в той последовательности как мы это и прочитали собственно здесь это и отображено здесь читает тут короткое предложение до тех пор пока не найдет специальный символ конец конец предложения и после этого она начинает восстанавливать то что она прочитала здесь же можно использовать ту же самую идею автоэнкодера мы хотим восстановить это наилучшим в смысле l2 нормы смысле в смысле l2 нормы смысле но на самом деле если заметьте здесь написано lstm и это неспроста потому что это не работает а не работает это по двум причинам даже по трем тут к сожалению последняя закрылась почему-то дело в том что мы изменяем вектор внутреннего состояния изменяется каждый раз при чтении нового слова или какого-то другого сигнала то есть оно слишком быстро перезаписывается и такая естественно в принципе не может выучить какие-то очень долгоиграющие связи мы там прочитаем 10-20 слов состояние настолько перезапишется что она уже не помнит что она читала раньше но кроме этого есть еще и другие проблемы они математические и это проблема исчезающего градиента здесь она влезла а вот другая проблема это проблема взрывающегося градиента она вот закрылась почему-то картинкой и тут их если кратко то можно описать так что скажем взрывающийся градиент это когда мы пытаемся делаем несколько чтений пытаемся заапдейтить параметры а в итоге градиент у нас становится бесконечностью потому что настолько большим что он становится бесконечностью с точки зрения машины и мы не знаем что дальше делать с этой проблемой очень просто справляются такой прямо скажем хак что если градиент длиннее 5 значит он равен 5 все и это нормально работает что самое интересное это заложено во все пакеты которые реализуют рекуррентные сети и это прямо априори это стандарт как это надо делать решать эту проблему стало вторая проблема она намного более страшная потому что если представить какой глубины рекуррентная сеть то на самом деле она глубины столько сколько у вас слов в тексте то есть она может быть тысячи тысячи слоев но они с одинаковыми весами и здесь возникает проблема связана с градиентом функции активации они часто лежат в пределах от нуля до единицы и когда мы распространяем эту ошибку назад через 5 или 10 шагов градиент становится нулем то есть сесть просто ничего не учит и это ничего с этим не сделать по-хорошему поэтому придумали всякие способы как этого избежать скажем один из них оставить такую же архитектуру она хороша тем что она достаточно простая тут не очень-то много параметров но надо правильно выбирать начальную инициализацию чтобы этот градиент он так быстро 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 не исчезал и также надо выбирать правильную функцию активации это ни в коем случае не должна быть сигмоида поэтому обычно в качестве F здесь берут какой-нибудь гиперболический тангенс или что-нибудь такое функцию которых более стойкий градиент вторая идея что на самом деле память у нас и так плохая она каждый раз перезаписывается давайте мы ее заменим на какую-то другую модель памяти и тут надо подумать что вообще из себя должна представлять какая-то ячейка абстрактной памяти она должна уметь делать три действия как минимум прочитать прочитав новое записать это значение в память M прочитать значение из памяти M запомнить его то есть фактически это еще раз при следующем такте заново записать то что у нас там есть и очистить то есть получается 4 все-таки как это можно реализовать как логическим устройством у нас каждый момент времени времени T в ячейку будет приходить какой-то сигнал и при этом что с ним делать будет решаться с помощью включения выключения ключей то есть если ключ там записать открыт и forget открыт тогда там записываем если какой-то другой комбинации производим другое действие и ровно вот такая вот идея идея этих гейтов в логической схеме она легла в основу введения улучшения классической рекуррентной сети Элмана и это называется LSTM она вот моделирует похожую ячейку памяти и здесь она даже называется похожим образом эти гейты forget input output и output и здесь технология заключается идея технологии этих гейтов заключается в том что они сами машинно обученные то есть сесть будет сама учиться по входным данным когда и что ей нужно открывать и закрывать чтобы запомнить то что мы хотим чтобы она запомнила как я сказал гейта 3 соответственно forget отвечает за то какая часть прошлого состояния будет проходить в текущее состояние input будет отвечать за то какая часть входных данных будет подмешиваться к текущему состоянию и output gate будет решать какую часть мы будем передавать в будущее есть замечательная статья которая все это объясняет более подробно но мы все-таки пробежимся совсем кратко по каждому из них что там происходит есть forget gate как я говорил он определяет что нужно что нужно забыть из прошлого состояния на основании значения прошлого состояния и текущего сигнала здесь вот своя матрица весов wf и такая же и своя константа bf и они будут во всех gate их свои то есть их придется учить учить на пообучающей выборке если так подумать то это большое увеличение количества параметров соответственно надо ожидать что такая сеть несмотря на то что она будет наверняка лучше обрабатывать текст при этом обучать все будет очень сложно и долго и это действительно будет так здесь применяется по компоненту сигмоида вот к этому к этому получившемуся вектору и она гарантирует что каждый из этих компонентов будет в промежутке от нуля до единицы то есть в худшем случае мы забудем всю прошлую память или в лучшем случае тут трудно понять а в противоположном случае мы все пропустим дальше все остальные промежуточные варианты мы какую-то часть забываем какую сеть решает сама потом это поступает есть также input gate тут идея абсолютно то же самое возможно нам не вся часть пришедшего сигнала нам нужно чтобы хорошо решать задачу давайте мы сами определим что нам надо чтобы решать эту задачу и input gate как раз таки это и делает он выбирает из текущего сигнала ту часть которую мы хотим запомнить далее строится промежуточное состояние какое-то с ним будет еще преобразование и она вот один в один повторяет то как у нас было в обычной рекуррентной сети то есть gate только модифицируют поведение а суть остается той же самой и далее input gate решает каким образом это промежуточное состояние будет скомбинировано с тем что мы получили из прошлого мы на двух предыдущих шагах мы уже определили что нам надо забыть что надо запомнить и здесь мы просто обнуляем некоторые компоненты и складываем это все вместе и получаем фактически состояние памяти которое мы передадим дальше есть еще output gate и это возможно что мы слишком много передали в будущее и какая-то часть из этого нам на самом деле не нужна и возможно мы передали линейную комбинацию возможно надо было нелинейную поэтому мы применяем к памяти опять нелинейность и какую-то часть из нее зануляем и вот эти два вектора мы отдаем в будущее теперь внутреннее состояние описывается двумя векторами как здесь и видно что у нас приходят два вектора из прошлого приходит вектор текущего состояния и два вектора уходят в будущее и это работает модель не новая она насколько я помню в девяносто четвертом году предложена и с тех пор предложена огромная куча всяких вариаций ее где как как там эти гейты дополнительные какие-то надо по-другому соединить и она работает очень хорошо но есть альтернативы у нас слишком много гейтов давайте некоторые из них уберем скажем одна из альтернатив более современная называется gated recurrent unit и здесь только два гейта то есть все рекуррентные сети построены большинство на идее на идее как раз таки гейтов просто всяких их разных комбинаций но лично мне GRU более симпатична потому что это более новая модель она вышла в четырнадцатом году и люди провели какие-то эмпирические исследования какая все-таки из рекуррентных моделей самая лучшая как-то их сравнить пытались была очень интересная статья о которой кратко тоже хотелось бы рассказать свежая достаточно пятнадцатого года они сравнивали элистем гри и всякие вариации было выбрано три задачи две из них искусственные и одна задача из реального мира первое они пытались научить сеть арифметическим операциям то есть было два числа положительно-отрицательные вплоть до они могут быть положительно-отрицательные вплоть до восьми знаков каждая арифметическая оператор и все читают встречают равно и должна выдать правильный ответ это это не так просто как кажется если вспомнить как трудно арифметика дается детям скажем скажем мозг ребенка это гораздо более мощная вещь чем рекуррентная сеть и чтобы еще усложнить задачу они разбавляли произвольным количеством мусорных символов просто английского алфавита и теперь уже во второй записи эта задача уже не выглядит такой простой даже для человека вторая задача это предсказание следующего символа в какой-то рандомно сгенерированной xml структуре в том числе открытие закрытие тега то есть предсказать какую-то структуру и PTB это задача лингвистического моделирования предсказания следующего слова на основании всех предыдущих прочитанных и сами мы здесь видим что и все что нами рассмотрено здесь вот танк это обычная рекуррентная сеть все вариации LSTM и GRU все проиграло моделям которые они называли MUT1 MUT2 и MUT3 и это очень интересно как они их получили дело в том что машина сама придумала лучшую структуру которой надо решать эту задачу они использовали варианты генетических алгоритмов то есть взяли за основу структуру LSTM и GRU построили процесс таким образом что вот у нас будет постоянно топ 100 самых лучших моделей мы будем из них выбирать случайным образом одну для нее подбирать 20 или 50 возможных других гиперпараметров если она на всех трех задачах поведет себя лучше чем хоть одна из топ 100 то добавляем ее туда то выкидываем это один из возможных мутаций вторая интересная мутация это просто взять структуру они использовались готовыми пакетами типа ТАНА или ТОРЧ где очень просто склеивать сети из блоков идея была такая окей мы тебе даем возможность поменять любую функцию активации поменять добавить какой-то слой убрать слой какие-то связи дополнительные добавить главное чтобы ты скомпилировалась и если модель компилировалась они говорили окей давайте мы тоже будем проверять так вот все победители это модели полученные случайным поиском то есть это говорит о том что ни одна из этих LSTM и Juryu они не самые лучшие модели возможно что идея позволить машине самой придумать модель с которой надо решать эту задачу очень интересная но понятно дело что здесь очень очень много перебора я точно не помню но по-моему 10 тысяч моделей они перебрали для каждой из них там был какой-то начальный фильтр если там плохо решается скажем задача это там XML то отбрасываем ее этот фильтр прошли тысячу по-моему и для каждых из тысяч они перебрали в среднем по 220 конфигураций то есть ну там получилось 230 тысяч всевозможных разных моделей то есть у них было очень много свободного времени как можно понять и видимо ресурсов тоже но на самом деле несмотря на то что эти модели себя ведут хорошо есть и альтернативная идея с этой памятью и ее опять-таки предложил Томас Миколов и это наверное одна из самых интересных моделей в том плане что у нее на коротких текстах она работает примерно так же как LSTM но у нее примерно в 3,5-4 раза меньше параметров то есть это бывает критично легче бороться с переобучением легче быстрее учиться и здесь идея состоит в том чтобы вообще пересмотреть эту память и разбить ее на две части одна которая меняется постоянно хорошо она какие-то локальные особенности улавливает и та которая будет меняться медленно во времени для этого хорошо скажем подойдет просто суммирование этих самых векторов но суммирование слишком сильно их меняет поэтому они предлагают брать экспоненциально среднее что здесь собственно и получается внутреннее состояние состоит из из двух частей ST и HT и ST это как раз таки это долгоиграющая память константа альфа выбирается маленькой скажем там 0.95 то есть мы новый сигнал в нее подмешиваем совсем по чуть-чуть в то время как HT меняется очень быстро и перезаписывается фактически каждый раз полностью и хорошо улавливает локальные какие-то изменения и это сработало очень неплохо то что я говорил на этом же самом пинтрибэнк корпусе идея была идея сработала очень хорошо мы видим что на одном и том же LSTM при одном при одном и том же размере скрыто вот этого слоя с добавлением небольшого количества еще параметров долгоиграющей памяти они получают фактически такое же качество и на тестовые и на валидационные выборки хотя здесь параметры в LSTM намного намного больше пинтрибэнк это корпус маленьких документов это буквально там где-то словосочетание где-то предложение до 50 скажем слов даже может быть меньше а вот что происходит на большом корпусе это текст 8 это первый миллион слов из английской википедии и здесь такая сеть сильно проигрывает LSTM потому что у нас намного больше становятся документы намного сложнее их обрабатывать и здесь больше параметров LSTM позволяют лучше решать этот самый вопрос на самом деле мы рассмотрели как строить вектора для предложений документов абзацев хотелось бы сказать что сама по себе эта задача она мало интересна возможно в жизни потому что она может быть полезна скажем в информационном поиске но если решать какую-то конкретную задачу часто решая сентиментальный анализ или выбор именованных сущностей то надо решать эту задачу а не решать задачу построения слов предложений но это бывает очень занятно скажем в информационном поиске и в принципе на этом у меня на сегодня все спасибо большое Денис у кого-нибудь есть вопросы к докладу о как всегда может не вопрос а пожелания надо видимо в конце сказать как начать это все программировать я думаю что это вообще может быть отдельно обзор каких-нибудь фреймворков я изначально хотел дать какой-нибудь обзор но мне кажется что перед тем чтобы что-то делать желательно понять что можно делать вообще и для чего хотя бы напомню что у тебя есть код на гитхабе который выкладывался еще в прошлый раз а теперь если ближе к вопросам то ну насколько помню обычно мы всегда сначала просто токенизируем текст просто есть токенизация а в модели уже кормим уже сразу токенизированный текст и как лучше обычно в разных случаях при месте токенизации привести все к нижнему регистру или оставлять регистр что делать со знаками при припинании не стоит ли их тоже оставлять не дают ли они какой-то дополнительный смысл ну или как вариант не переставлять свои предложения исходя из того что подлежащее что сказуемо что не будет ли лучше если мы сначала построим дерево разбора а потом исходя из дерева разбора будем это как-то учитывать в модели возможно не бежать скользящим окном а сделать какую-то модификацию скользящего окна которая учитывает что у нас на самом деле есть дерево вот такое ну и как бы и вопрос совсем из другой области а что допустим с аспект ориентированными еще сентиментальными штуками потому что как бы наша модель порой умеет знать близости слов может ли нас сразу понимать еще какой-то аспект учитывать первый вопрос был только к рекурсивным сетям вообще в целом наверное правильно к рекурсивным потому что все-таки вот веки идея скользящего окна на поэлой не знаю как в рекурсивных но как бы в рекуррентах люди никогда насчет этого не парятся потому что если у тебя что-то написано с большой буквы скажем они предполагают что текст осмысленный что их не пишут там с нажитым капслоком всяких родомных регистрах если у тебя написано что-то с большой буквы и отделено запятой то возможно неспроста то есть это может быть нести какую-то информацию поэтому скажем в полиглоте там есть такая система которая строили эти самые вектора для многих языков я вам говорил в прошлый раз у них есть вектора для запятых тире там двоеточий ну потому что как бы если даже думать о поиске именованных сущностей если что-то написано с большой буквы и выделено с двух сторон запятыми возможно это обращение соответственно когда мы все токенизируем приводим в нижний регистр и убираем запятые это знание пропадает из текста мы как бы урезаем получается важную информацию обычно предполагаю что у тебя много-много документов и пускай сеть сама определит что и нужно делать а вот про про рекурсивные ну это на самом деле сложный вопрос это просто я наверное не сказал что рекуррентные есть вообще во всех во всех возможных пакетах которые только сейчас существуют их используют повсеместно а рекурсивные мало где используют потому что реально строить это дерево разбора и получается ты как бы вносишь дополнительный шум в модели уже заранее потому что как бы видишь качество на уровне 92 это конечно не идеально неплохое но не идеально возможно возможно это останавливает людей от того чтобы использовать это повсеместно что я помню в google в google news в модели по-моему знаков выпинания нету регистра есть а в модели обученные на твиттере вообще просто не впечатлило потому что там вообще никто ничем не следует но там смайлики какие-то были полиглоти действительно полиглот на классической википедии там знаков выпинания есть то есть разные модели это разблоченные на разных корпусах построены там с разными такими квотицами в целом конечно это любопытный момент спасибо у кого-нибудь есть еще вопросы может пожелания рекомендации про что да кружки кстати вот одна кружка уже есть еще одна выжишь пить из двух ну что никто не хочет кружку еще одну ой я вижу кружку Денис зовут правильно вот Денис я был на прошлом докладе но время немножко подстерло из памяти ты рассказывал свой опыт конкретно где ты применяешь свои знания то есть у тебя такие достаточно глубокие теоретические знания и очень интересно где ты конкретно применяешь это в свои где ты занят я не знаю я работаю в компании Data Labs да 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 то есть мой практический опыт что из этого конкретно применялось что из этого на самое полезное было для тебя вот и допустим ну в какие сферы применения то есть как примеры что и где применялось сколько проектов было отражение теории на практику мы много обрабатываем социальные медиа и в них полно всякой текстовой информации причем достаточно не очень хорошего качества скажем вставали в World2V конкретно мы использовали скажем задачи определения интересов пользователя чем пользователь увлекается в сети что каким-то образом его описать что вот ему нравится то-то-то то-то и то рекурсивные сети мы не используем рекуррентные пытаемся с помощью них решать задачу сентимента потому что традиционно она решается каким-нибудь мешком нграмм когда те слова там нарезаются на 2-3-4-5 грамма и поверх этого строится какая-нибудь логистическая регрессия но это вносит всякий шум что там какие-то там словосочетания почему-то начинают очень плохо влиять на качество модели и чтобы с этим бороться ну и такие модели они плохо улавливают скажем долгоиграющие связи скажем там было not a very 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 good man чтобы уловить вот эту долгоиграющую связь что это не очень хороший человек такая модель не сможет рекуррентная сеть за счет того что у нее есть эти гейты она знает что когда нужно забыть в целом они с этим справляются намного лучше были попытки алгоритмов построения алгоритмов которые строят вектора для пользователей на основании того какой контент они регистрируют в социальных сетях пока текстовый но это было интересно то же самое идея как у нас есть документы слова что документ источник и он состоит из слов то же самое можно сказать что есть аккаунт аккаунт состоит из цветов а давайте мы построим вектор атак чтобы близкие друг другу аккаунты замапить вот в близкие точки в каком-то векторном пространстве ну в принципе вот с этим вот с этим мы еще работаем сейчас частично да частично нет просто трудно например конкретно для этой задачи вот как хорошо выбрать выбрать метрику что я хорошо построил вектора для пользователей то что я сказал используется все это еще обучение ну то есть это на каких-то дистрибьютор системах ну то есть алгоритмы или это все просто долго там работает на это не такие глубокие сети чтобы для них нужно было какое-то дистрибьютор решение скажем ворту век даже на большом корпусе я в прошлый раз показывал занимает 4 часа или 5 я готов пожертвовать с 5 часами сколько в прошлый раз было 4 около 4 часов это там занимает то есть работает в фоновом режиме и не мешает рекуррентная сеть ну чуть больше там даже на мощном на мощном процессоре когда вам не нужна очень большая это внутренняя память это чаще всего не нужна потому что у вас скорее всего не будет такой большой выборки чтобы правильно эту память оценить надо же задумываться о том мы стараемся задуматься о том чтобы в сети не было слишком много параметров чтобы не надо было мучиться с переобучением и поэтому внутреннее состояние можно делать небольшим и тогда такая сеть тоже достаточно быстро учится и на одной машине и даже без без гпу просто распараллеливаясь там на 12 там 16 ядер это занимает там ну тоже там 6 часов там на выбор на выборке из нескольких сотен тысяч но у модели же есть какие-то входные параметры хочется поиграться с этим параметром и каждая там каждый раунд игры занимает 6 часов ну я так понимаю ну да занимает но поэтому надо ни на одной машине делать на нескольких там или как-то еще распараллеливать но здесь трудно перебрать все эти параметры потому что это будет занимать достаточно большое время даже если будет и гпу ну на таких маленьких моделях нет на моделях побольше поэтому часто выбирают какое-нибудь априори достаточно хорошее что там скажем ну вот 128 там компонент внутреннего состояния мне должно хватить в принципе если оно вам выдает там качество которое вас удовлетворяет ну так и зачем больше играться но вообще поиграться конечно хочется да делай жадный поиск тоже хорошая идея да ноутбуки не получится но в ротовик еще получится рекуррентка вряд ли хорошо спасибо спасибо за доклад такой вопрос по рекуррентам автоэнкодер автоэнкодер то загоняй ноутбук слов, что будет, если загонять только 7 слов, ну то есть только окно какое-то. То есть дополнительно разбить предложение на более мелкие частицы? Ну просто взять окошки по 7 символов и обучать на них, а не на всей длине. Вопрос хороший, но она научится восстанавливать вот эти вот самые 7 символов, то есть дополнительная она как бы ничего, вряд ли что-то сможет дополнительно, то есть новые слова она вряд ли вам сможет выдать. Где хорошо применять, например, если у вас не очень-то много размеченных данных, а есть много неразмеченных, сырых, а зачем нам матрицы все в рекуррентной сети инициализировать мусором и потом долго-долго ждать, когда она сойдется, давайте мы ее, решая задачу какую-то там, сентиментального анализа, давайте мы ее сначала научим просто читать предложения, запоминать их и восстанавливать, а потом отсоединим декодер, теперь она умеет кодировать предложения, а вот теперь давайте ее учить на достаточно небольшом уже количестве размеченных данных, давайте учить ее делать сентиментальный анализ. вопрос. И это действительно используется автоэнкодер в качестве инициализации, когда данных немного, это очень хорошая идея. Я, может быть, забыл привести примеры, потому что скорее стоял вопрос о том, как получать вот эти самые вектора предложений, но это часто используется, когда много малоразмеченных и много неразмеченных сырых данных. Такой вопрос, может быть, вы про это говорили, просто я не к началу пришел. Ну, для английского языка все понятно, язык, в общем, достаточно однозначно определяется, а вот для языков, где значение слова определяется контекстом, работает ли work to work, и второй вопрос, насколько вообще это может быть применимо, например, можно ли сравнивать два текста на разных языках, да, ну, условно говоря, можно ли детектить переводы или, ну, искать с помощью work to work переводную статью на другом языке? Про контексты вы имеете в виду, про многозначные слова? Ну, я имею в виду просто в русском языке в значении какого-то слова оно, ну, в предложении может быть вообще не определено, то есть в зависимости от того, кто это предложение, ну… Я не совсем понял. Ну, я имею в виду то, что структура предложения английского языка, ну, подлежащая, сказуемая, ну, она более-менее линейна, да? Ну, скажем, понятно дело, что дерево разбора для такого языка построить будет трудно, поэтому это наверняка… модель рекурсивности наверняка отвалится в таком случае, но, скажем, рекуррентная сеть, ей, в принципе, все равно, она все время читает слева… на самом деле не так делают, она читает слева направо, потом справа налево, две разные сети, и это усредняется или объединяется каким-то способом. Ну, то есть, она ничего о структуре по большому счету не знает, она все время действует одинаково, так что я думаю, что должно работать хорошо, у меня, честно говоря, не было опыта с такими языками… Я вспоминаю те графики от Mail.ru, и, по-моему, там на английском языке влияние ширины окна было чуть-чуть меньше, потому что на русском языке там графики совсем не гладкие, там такой чуть-чуть не киллер параметр, который надо перебирать в первую очередь, по-моему, ширина окна. То есть она вообще в целом важна, но, по-моему, гладкость графиков, ну, там график по на CX метрике качества, там тест ассоциация на CX, там ширина окна, по-моему, да, это, в принципе, было важно, видимо, порядок слов, конечно… В ортовеке порядок слов забывается, ну, то есть мы же так и делаем, что вот у нас контекст, и следующее упрощение, что контекстные слова не зависимы между собой, поэтому мы просто по центральному слову предсказываем в любом порядке их, то есть все равно теряется порядок в ортовеке, но ширина окна скорее влияет на то, какого рода информация будет кодироваться. Расстояния могут меняться, то есть в русском языке расстояние между словами чуть-чуть другие, чем… Да, поэтому… В предложении с фиксированным порядком. Даже для ортовека бывает очень прикольно дерево разбору сначала построить, что, возможно, если… Ну, если слово стоит рядом, не значит, что его надо предсказывать. Возможно, что если оно по дереву разбора связано с другим словом, то давайте вон то слово предсказывать, зачем предсказывать слово, которое стоит рядом, возможно, относится к другому слову. Такие варианты тоже есть. И что-то еще было когда-то часть вопроса, но я забыл. С машинным переводом. А, с машинным переводом. Да, это очень интересный вопрос. На самом деле, да, были опыты, люди так делали, они пытались построить… взять английскую википедию, построить на них в ортовек вектора, взять немецкую, построить на них в ортовек вектора. Так как мы знаем соответствие слов, какого-то там небольшого количества, ну, достаточно небольшого количества… Мне даже не помню соответствие слов, а там есть одна и та же статья и на русском, и на английском, и на других языках. По-моему, это использовалось. Для слов делали так, что у тебя есть соответствие слов, давайте найдем такую матрицу, которая это переведет в то, то переведет в это. И это действительно помогало прикольно переводить, скажем, даже… я не показывал в прошлый раз, но есть такая картинка, где там набор английских слов, и рядом с ними с помощью этой матрицы отображены на китайском китайские иероглифы, и их перевод рядом написан, и они действительно очень близкие по смыслу. И вообще идея вот этих вот рекуррентных сетей и автоэнкодеров в частности, зачем нам… если закинуть такую идею, зачем нам восстанавливать то же самое предложение, давайте мы будем восстанавливать перевод его. Если у нас есть два предложения на языке А, предложения на языке Б, одно и то же, давайте читать А и заставлять сесть производитель на свет Б. Так делают. Это одна из первых моделей, которая вообще появилась в нейросетевом переводе, и она такая самая простая, работала и работала в принципе неплохо. она была известна тем, что она работала немножко хуже, чем самые известные на то время модели, но на те старые модели перевода люди потратили по 10 лет с командой в 40 человек, чтобы этот перевод работал, там много всяких субмоделей, а здесь люди, которые никогда не занимались лингвистикой, занимались только сетями, пришли и за год придумали, написали статью и получили качество, скажем, условно на 5% хуже, но при этом не надо было команда в 40 человек, не надо было какие-то там еще кого-то. То есть это большой шаг вперед и сейчас очень сильно работает в этой области именно перевода. В целом, если не загоняться на вот и века в целом, про то, что было во второй части уже доклада, то да, там не рассетевые подходы хороши, причем там белорусы некоторые трое ехали в аспирантую, сейчас этим занимаются, там, по-моему, как раз таки Дмитрий Богданов там в аспирантую в Канаде, я могу или Бенжо, или я всегда… не помнишь, Денис, как правильно это на русском произносится? У них очень сложные фамилии, поэтому я стараюсь написать и все. Я попробую ответить за русский язык и за все языки со свободным порядком слов. Ну, здесь, в общем-то, был приведен рекурсивный нервной сети на примере синтаксического анализа в виде грамматик составляющих. Вот, на самом деле, ничто не мешает сначала провести анализ синтаксических предложений с использованием грамматик зависимостей, потом построить бинарное дерево, переставляя слова в предложении в нужном удобном нам порядке, и задача сводится в предыдущей. То есть, в принципе, рекурсивная нейросеть, ну, позволяет тебе переставлять слова как хочешь, так сказать, их позиция не имеет значения, поэтому дерево ты можешь построить в любом виде через грамматику зависимости на первичном этапе. У меня вопрос. Может быть, не столько по докладу, сколько, может быть, ты просто знаешь про такие модели, можешь как-то прокомментировать, ну, такие совмещенные вещи типа LDA, TUVEC, я не знаю, ты упоминал, нет? Может быть, сталкивался с ней и как-то можешь прокомментировать, как это работает и насколько хорошо работает. Это один вопрос. И второй вопрос просто возник, когда говорили про переводы. Ну, то есть, можно же, на самом деле, переводить не с текста на язык, а недавно достаточно было, когда была картинка, ну, и компьютерное зрение, описание картинок. В принципе, там тоже как-то используются одновременно и рекуррентные сети, и там те же самые там сверточные или, может быть, тоже смотрел, знаешь. Почему? Что плохого вот в векторах word2vec и всех этих word-embedding, что совершенно непонятно, что закодировано в их компонентах, потому что они, это плотные вектора, то есть мы слепо им доверяем и верим, что все будет хорошо. Ну, так, в принципе, и получается чаще всего. Идея же LDA, что мы хотим иметь мало… Мы хотим иметь вектора с разреженными компонентами, чтобы каждую из них можно было изучить и там понять, что происходит. LDA2vec, она к этому еще вмешивает вмешивать семантические вот эти вот особенности word2vec, сочетаясь с тем, чтобы построить вектор для документа, скорее всего, очень разреженным. И я читал… так, вскользь читал статью вот этого господина, который эту вещь предложил. Она достаточно интересная, но, честно говоря, чтобы это где-то использовалось прямо так активно, я не видел. Сейчас очень большой бум всякого этого моделирования, и очень трудно следить за всякими моделями. Ладно, наверное, это не надо. Очень сложно следить за всякими моделями, потому что они выходят в день по пять штук. И чтобы быть в теме, приходится несколько часов в день этому уделять. А насчет вот этой вот задачи, где описать, что происходит на картинке. Ну, да, у нас есть картинка. Человек напишет, что на ней происходит. И мы построим сверточную… Ну, опять-таки, это будет такая же идея, как в энкодере. Только мы замаппим картинки и предложения в одно и то же пространство. И будем делать свертки, 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 получим вектор в конце, описывающий эту картинку, и попытаемся из него рекуррентной сетью уже восстановить последовательность тех векторов, которые мы ожидаем увидеть в описании. Это работает, это достаточно прикольно, но там были всякие исследования, что более того, что было интересно, что в своих вот этих вот координатах сеть на самом деле большую часть просто запоминает процентов 80, просто запоминает правильные ответы, какие должны быть на картинке, но процентов 20 она действительно генерирует с нуля. То есть интересно, что она действительно начинает что-то генерировать, не просто запоминать, потому что я лично ожидал, что она просто запомнит это, но было прикольно, что это не совсем так. То есть, возможно, в этом, конечно, есть суперпотенциал, но, возможно, он еще не до конца раскрыт. Раз она может своими словами уже описывать, что происходит частично, то это клево. Там еще есть вопросы. Да, у кого вопросы? Да, сейчас. Скажите, а существуют ли, может, какие-то гибридные подходы с использованием дополнительных знаний о языке или предметной области на вроде таксономии или антологии? Да, есть. Никто не мешает к этим автоматическим фичам добавить какие-то фичи, которые смоделированы человеком. Скажем, если я правильно помню, есть такая хорошая работа, она называется NLP from Scratch. Там она в конце 90-х, наверное, еще писалась, до того, как вообще был бум с ворту веком. Уже тогда люди все это делали. И там приводились примеры, где можно в модель добавить, скажем, не только слово, а какую часть речи оно или какой оно категории. То есть руками добавить какие-то фичи. Это, в принципе, улучшало часто качество. Но к этому как бы плохо относятся в сообществе людей, которые занимаются нейронными сетями, потому что это… Ну как бы это же нейросеть, она должна все делать сама. Зачем ей помогать? Ну это можно делать, да. Я лично, честно говоря, я вот так вот не скажу сходу прямо, как это надо делать, потому что я никогда этого не делал, но знаю, что так можно делать. И помню, что вот в этой вот книге я об этом читал. А что за книга? НЛП from scratch. Вот у них как раз таки была идея в том, чтобы построить полностью НЛП фреймворк, который будет решать все известные на то время хорошие задачи. Там определение именованных сущностей, пост-теггинг, определение всяких зависимостей между словами, используя только сырые данные. Поэтому row from scratch. Так еще такой комментарий. Просто в word2vec добавляют, когда идет формирование векторов для word2vec, то добавляют, ну mail.ru, по крайней мере, добавлял части речи и прочую информацию, к слову. Через нижнее подчеркивание. Да, так можно сделать, самый простой способ, но я так понимаю, что был вопрос скорее того, можно ли это прямо в модели заложить, чтобы была гибридная модель, а гибридной модели можно сделать. Но вопрос, нужно ли? Ну да. То есть надо понимать, что если мы используем часть речи при обучении вот века, то при использовании его нам тоже это придется делать. Но это сразу накладывает значительные ограничения, что большинство известных мне моделей пост-текинга, то есть представление через части речи, оно не настолько хорошее, и им просто сносит крышу, когда вместо текста из Википедии или журнальной статьи попадаются тексты социальной сети, где капсулоком все, запятых так и хочется автору насыпать, ну и прочее. То есть, соответственно, если качество модели произведения части речи на вашем кейсе хромает, то, соответственно, как можно использовать там вот век, с каким качеством? Да, это комплексная проблема социальных данных. Я извиняюсь, буквально пару слов вставлю, это не вопрос к докладчику, это просто замечание по поводу NLP from Scratch. В журнале Computational Linguistics, по-моему, за 2016 год, не помню номер, небезызвестный, кстати, присутствующий в докладах здесь, Христоф Маннинг написал статейку, так трудно пересказать, но в целом сообщество лингвистов компьютерных очень переживает и завидует успехам сообщества, так сказать, любителей машинного обучения и раздумывает на том, а не умерла NLP. И он как бы пытается в своей статье развеять эти мифы и говорит о том, что NLP никуда не умерла и с машинным обучением нужно дружить, это наши общие перспективы, наши в смысле лингвистов и людей, которые занимаются машинным обучением. Если кому-то интересно, в общем-то, почитайте, там есть доводы. Ну и тем более, что сам Маннинг занимается довольно активно с товарищами и машинным обучением тоже. То есть здесь никакого противоречия нет, что бы ни думали люди, которые занимаются только машинным обучением. Противоречий здесь, в общем-то, нет и эти вещи вполне можно совмещать. Окажется, была информация о том, что long-shot time memory сеть разбирала в word2vec, то есть делала какое-то преобразование слов и перегоняла это в word2vec. Ну просто не… Только слышал информацию, не читал статью, потому что не совсем занимаюсь языками, поэтому не совсем моя тема. Но слышали ли я о чем-нибудь подобном вы? Что на вход в S&M сразу слова приходят, а не вектора? На вход подаются символы, она преобразовывает их в… В вектора? В вектора. Ну вообще говоря, это так и задумывается. Если много-много данных, то не надо предобучать word2vec. На самом деле достаточно сделать этот входной вектор XT one-hot вектором, чтобы у него была единичка, скажем, слову привет соответствует 17-й индекс в словаре. Все остальные по нулям, 17-й в единичку. И в рекуррентной сети, если я, правда, выключил, не знаю, как ее включить обратно, там фигурирует матрица U, она умножается на входной сигнал. Соответственно, столбцом, если такие вектора давать на вход, то столбцом этой матрицы U фактически будет какой-то тип word2vec вектора. То есть если много данных, можно для этого использовать и рекуррентную сеть без проблем. Не надо будет заранее предобучать вот эти вот вектора. Она сама все со всем разберется. Есть ли еще какие-то вопросы? Может, тогда давайте выберем лучших два вопроса. Я, честно говоря, половину забыл из них. Ну, кто тебе больше всего понравился? Какая часть? Я вот вручил бы вам кружку. Вместо стаканчика я бы вам вручил кружку. Спасибо за комментарий. А вторая кружка? Хороший вопрос. Я не помню. Наверное, про вопрос про пустословия. Используется ли это в реальной жизни? Я думаю… Так, это в самом углу, да? Наверное, да. Продолжение следует...